здравствуйте друзья здесь демитков юрий сейчас я нахожусь на крыше собственного дома у меня трехэтажный дом и вот я сейчас нахожусь на его крыше и для чего я сюда залез для того чтобы показать вам ну где я живу окрестности вот посмотрите таких домов здесь немало у меня один из самых скромных домов надо сказать честно вот что же за люди вот эти вот которые живут в этих домах и что надо делать чтобы получить чтобы жить в таком доме как получить такой дом об этом я хочу сейчас поговорить но я знаю что многие мечтают о собственном жилье как правило мечтают о квартире когда-то мечтал об этом и я для меня это была идея fix я очень хотел иметь собственный дом собственное жилье ну а таком доме я конечно и не мечтал в общем то вот это было выше пределов моих мечтаний но тем не менее вот многие из нас хотят жить своем жилище и это нормально это правильно и сейчас я хотел просто рассказать чем же надо заниматься чтобы жить вот так собственном доме но про себя я могу сказать что я предприниматель я занимался полиграфии свое время и ну практически до последнего времени даже сейчас занимаюсь вот то есть я занимался полиграфии у меня была собственная фирма я я грубо говоря построил этот дом сам потому что но у меня надо было где-то жить просто именно поэтому я решил что я сам себе возьму и построю дом да я был предпринимателем вот ну а теперь о том кто такие люди которые живут здесь и как им получилось так что они живут но в хороших условиях и так кто же эти люди смотрите вот там далеко-далеко вы видите там город и там вот эти вот но панельные дома многоэтажки и так далее но большинство людей живут там естественно в городе вот но вот где-то там далеко на начинался вот этот вот поселок который он начинался в начале 90-х и в начале 90-х тогда появились новые русские и ну все тогда мечтали после социализма а там квартире там двух-трехкомнатная квартира 4 комнатная считалась огромной квартирой и вдруг вот олигархи которые появились новые русские они построили там два крайних дома с них начиналось все чем они занимались один из них занимался но это но предприниматели вот эти вот новые русские один из них торговал колбасой на оптовой базе а второе ну говорят водочник был вот и но что с ними произошло потом с этими двумя людьми они очень характерны на самом деле поэтому я на них немножечко остановлюсь вот тот который торговал колбасой он был на мой взгляд я с ним лично так не знаком вот близко по-моему он был влюблен свою колбасу вот царицынскую вот и он торговал на базе колбасой потом он решил что он откроет специальный специализированный магазин царицынские колбасы и он его открыл это был то есть тогда еще стояли киоски кругом и он открывает магазин такой и он такой мечтатель он решил сделать шикарный магазин и в магазине посередке был такой фонтан то есть вообще и и в магазине с краюшку он сдал часть магазина в аренду и там такие были если помните из стеклянных таких квадратиков делали там два таких киоска в аренду сдал и такой вообще значит там такой шикарный магазин и он два квадратика сдал в аренду потом этих квадратиков стало четыре которые он сдал в аренду а через год он закрыл этот магазин на реконструкцию после реконструкции значит исчез фонтан зато появилось очень очень намного больше вот этих вот на помещение которые он сдавал в аренду тот отдел который торговал непосредственно колбасой стал маленьким достаточно одними задельщиков вот и через какое-то время он он построил крытый рынок и он сейчас работает открытый рынок функционирует и он ну как бы построил крытый рынок он как-то выбил его говорит городу нужен крытый рынок и так далее он построил открытый рынок и стал сдавать его в аренду ну и деньги потекли реку ло рекой вот а здесь у себя он построил оптовый склад он сегодня еще торговал колбасой и построил ресторан царицынский тоже значит который о колбасе но потом этот ресторан закрылся и на этом месте был построен еще один торговый центр и сейчас это ну один из в общем сказать можно сказать самых богатых людей которые сдают помещение в аренду и на этом живут а колбасой он уже не торгует но второй который его аналогично примерно он занимался сначала алкогольной продукции а потом когда это ушло он начал потихонечку под себя подбирать и ну поговориваешь там он с какими-то там не очень хорошими людьми связан был с бандитами я в это не верю не знаю вот но постепенно так сказать и как бы он стал под себя подбирать сервисы шиномонтажи автостоянки на какие-то заправки может быть и сказать как бы вот он эти ну скажем так активы под себя подобрал люди работали на него и и и он точно ну точно также платили ему плату аренду а потом а потом он стал депутатом потом а потом он очень долго выбивал бешеный кредит для того чтобы построить огромный торговый центр в городе обнинске и он его построил и постовок центр был построен естественно все помещения сдаются в аренду и естественно все таки происходит он на это живет и ну эти люди они давно уехали из этих домов и эти домики были на трехэтажные домики такие все таки нифига себе как это богато вот на самом деле сейчас это очень очень скромные домики и как видите простой полиграфист тоже купил построил себе такой дом вот ну и дальше там 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 далеко город начинался с этого вернее вот этот поселок и там жили люди которые в 90-е годы вы знаете они я честно говоря не знаю чем они все там занимаются там многие съехали куда там все поменялось вот только один из них является но бывший прокурор города обнинска сейчас у него адвокатская контора а все остальные это предприниматели вот там сейчас уже не видно за большими домами там когда я начинал строить дома здесь этого ничего не было вообще а когда начинал строить свой дом вот здесь был лес и поле значит вообще ничего не было здесь перепелки еще бегали в то время и я был первый вот так сказать я вырубал здесь лес сказать там вообще ничего не было буквально и вот первые дома которые были возближайшие то вот там три домика что это за домики человек занимался стройкой на строительстве он был там какой-то то ли инженер то ли прораб вот ну такой небольшой начальничек но он знал технологию строительства и когда вот начались эти все новые русские и так далее он решил что но он будет строить делать стройматериалы и он делал стройматериалы из керамзита бетона и он говорил что из этого можно построить жилье он продавал это дело и ну разные бетонные изделия он решил делать там а чё там делать то бетонную мешалку и значит формочки и заливая и делай вот и он решил построить три дома для себя он у него двое детей дочь там и сын и он решил что он будет жить в одном доме будет жить он в среднем а справа и слева будет дочь и сын жить и он построил три дома они абсолютно одинаковые сейчас виден только один вот зеленой крышей там вот три одинаковых дома он построил но когда он построил эти три дома что-то то ли дети не захотели жить рядом с отцом то ли что то еще короче говоря он два из этих домов продал и такой блин то есть он заработал массу денег потому что ну стройматериалы свои там строители свои он сказать технологию он знает никаких не надо нанимать вот он решил что он построит еще три дома он построил еще три дома тоже два дома продал отдал один дом дочери вот потом он решил что построить еще два два или три дома он построил их и значит сыну отдал дом и сын живет сейчас но по шикарней дом чем у папаши вот и он построил потом таунхаус и и сейчас живет совершенно шикарно вот дальше здесь два дома там живут они очень огромные дома эти и это понятно там живут армяне вот они какие-то большие начальники каких-то заводов что тут еще еще один дом поговаривать что это мэр какого-то бывший мэр какого-то северного города вот там два дома что еще вот там дом такой неказистый есть это живут корейцы это от самсунга они построили и это грубо говоря гостиница корейская вот ну а дальше живут какие-то сосед один из соседей у меня занимается в сфере образования он какой-то ученый профессор вот там дома купили начальника отдела начальник отделения наверное в больнице какого-то я не знаю какого не так важно на самом деле потом кто-то из службы безопасности есть да вот мой сосед он занимается продажей стройматериалов он предприниматель он продает стройматериалы и у него ну достаточно много магазинов целая сеть он этим занимается еще один мой сосед достаточно большой начальник в роснефти чем еще занимаются люди но дальше уже значит после меня уже начали строиться вот потом дальше здесь 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 дальше дома вот вы знаете только один из них бывший гаишник дальше идут там есть у меня он сказал что начальник службы безопасности сейчас его нет его давно не вижу почему его не вижу наверное понятно проблемы я думаю что он где-то занимается решением этих проблем плотно но он в москву каждый день ездил сейчас не знаю где вот там же живет местный один из наших самых крутых в городе грубо говоря местный олигарх там и бентли и мазератти там высокий забор там охрана там дома для ну каких-то обслуживающего персонала и так далее и так далее вот и некоторые из этих домов стоят больше миллиона долларов я точно знаю вот некоторые попроще и что я хочу сказать чем занимается в основном эти люди как они получилось как так у них получилось что они живут хорошо и лучше чем большинство людей у нас все считают что для того чтобы жить хорошо надо быть поближе к власти и воровать но это не так здесь практически только один мэр северного города есть еще один человек он работает постоянно на где-то там на севере на рудниках и он построил дом но он здесь не живет еще вот еще одна тетенька была тоже она север оттуда с рудникова она говорит что здесь все-таки отношения у людей немножечко другие здесь люди более злые и она пожила здесь а потом уехала все-таки назад туда на север сказала я здесь не могу вот подавляющее большинство людей это предприниматели и предприниматели которые занимаются своим делом то есть есть несколько человек которые занимаются естественно торговлей оптовой там на базе когда они есть есть полиграфисты я не один здесь полиграфист двое по крайней мере здесь полиграфистов есть авто дилеры авто ну авто дилеры да авто дилеры есть люди которые вот олигарх он занимается у него он поставщик всяких химических этих самых компонентов для автомобильной промышленности но самое известное это тасол антифриз для автоваза он заключил договор с автовазом на поставку эксклюзивной на поставку антифриза и с тех пор он стал сильно богаче те люди которые живут наиболее богато они занимаются недвижимость они занимались строительством и продажи недвижимости когда недвижимость очень сильно росла в цене и есть человек который занимается вот чем-то наукоемким у него свое производство я не знаю какой фирма но я так понимаю что это так вот но что главное я хотел сказать что для того чтобы хорошо жить что надо сделать надо просто поднять жопу и начать что-то делать свое если вы работаете на дядю то дядя будет вам платить ровно столько сколько вы заслуживаете не больше и не плачьте что вас маленькая зарплата она не будет больше потому что вам будут платить ровно столько сколько вы заслуживаете потому что на ваше место он легко можно найти другого и для того чтобы зарабатывать неограниченные деньги надо заводить собственное дело однозначно надо становиться предпринимателем да это сложно да это тяжело но посмотрите как живут предприниматели еще раз посмотрите большая часть из этих людей это предприниматели понимаете квартиры дома которые стоят по миллиону долларов да они разоряются регулярно да там рэкет там значит да государство отбирает но кое-что остается поэтому друзья мои мораль очень простая если хочешь жить хорошо открывай собственное дело и начинай работать а скулить о том что нам мало платят и так далее это ни к чему хорошему не приведет поэтому поднимайте свою жопу и делайте что-то вы скажете что делать прямо сейчас смотрите мой дом была моя мечта я когда-то но в 39 лет я решил начать жизнь заново и завести новую семью надо было где-то жить и поэтому я сказал что я хочу жить в этом доме на краю леса и вы видите что сейчас я живу в своем доме на краю леса эта мечта осуществилась и сейчас у меня новая мечта я хочу создать пассивный доход на которой можно будет жить всю жизнь и я хочу создать этот пассивный доход на фондовом рынке и я этого добиваюсь я сделал канал на ю тубе на котором я рассказываю о том как я этого добиваюсь и ну честно говоря я уже получаю пассивный доход и достаточно немаленький вот но сейчас я работаю над тем чтобы его скажем но увеличить в пять раз то есть чтобы я зарабатывал там но не 100 200 тысяч в месяц а 500 вот и это моя мечта когда-то давным-давно когда я жил в деревне в сельской местности я мечтал хотя бы краем глаза увидеть дальние страны там капиталистический париж в частности например да вот и эта мечта осуществилась я последний раз париже был вот в августе месяц назад грубо говоря меньше вот и по парижу я уже могу водить экскурсии буквально когда-то я мечтал разбогатеть и купить машину я ее купил и не раз я много покупал машину же когда-то я мечтал жить в своей квартире я жил в своей квартире когда-то я потом стал мечтать о том чтобы жить на собственном доме трехэтажном я живу сейчас в трехэтажном доме собственно сейчас у меня есть мечта сделать так чтобы но мой пассивный доход был 500 тысяч рублей в месяц пассивный доход то есть я могу работать могу не работать доход идет и я хочу пригласить вас следить за мной смотреть как это делаю я и делать так же как делаю я поэтому я хочу предложить вам прямо сейчас вот даже не поднять жопу просто пошевелить пальцем под этим видео вы найдете ссылку на сайт демитков юр точка ком там есть несколько кнопок одна из них там модельный портфель она абсолютно бесплатно о том как открыть брокерский счет и как его пополнять это бесплатно нажмите хотя бы ее есть еще другие кнопки курс биржа для чайников о том как начать зарабатывать на фондовом рынке как установить самостоятельно как определять какие инвестиции делать как определять как установить вот биржевой терминал какие как торговать трейдинг и так далее потому что я этим занимаюсь я это обучаю я это делаю я постоянно показываю о том какие бумаги я покупаю как я добиваюсь своего пассивного дохода который я кстати уже имею вот еще раз хочу сказать поэтому вот прямо сейчас я призываю вас предпринять одно маленькое действие малюсенький шажочек просто пошевелить пальчиком найти ссылочку нажать на нее и зарегистрироваться но лучше всего зарегистрироваться на курс биржа для чайников потому что в ближайшее время уже совсем скоро я начну живой курс я думаю что он будет последний биржа для чайников сейчас еще можно записаться на крайне хороших условиях потому что он стоит очень недорого всего 10 тысяч рублей в живую я буду вам рассказывать о том как определять бумаги как значит настраивать биржевой терминал из чего стоит брокерский счет и он именно для чайников то есть вы если вообще ничего об этом не знаете то через полтора месяца которые длится этот курс вы будете знать об этом очень очень много поэтому она того стоит я честно скажу будет очень много интерактива мы будем очень много общаться с участниками участников на живой курс записано очень очень мало честно скажу поэтому будет комфортно мне прежде всего потому что ну как бы я смогу каждому объяснить кто хочет о том как это делать большинство людей выбирают заочный вариант заочный вариант что такое это когда вы получаете те же самые занятия в полном объеме но в записи и вы смотрите их тогда когда вам удобно по времени потому что ну почему так много на заочников потому что люди часто не могут 17 часов быть у экрана потому что многие работают это удобно тем кто живет где-то там за уралом там потому что за уралом плюс три часа например до 17 плюс 3 20 и 8 часов уже вполне комфортно можно сесть и заниматься вот поэтому огромное число людей выбирают заочный вариант конечно а очников совсем мало и можно так можно так выбирайте сами сейчас еще не поздно курс начнется буквально через неделю поэтому я вот призываю прямо это сделать сейчас все что надо это одно движение пальчиком заполнить свои данные и все биржа для чайников и мы вместе потом мы общаемся мы продолжаем общение после этого курса о том какие инвестиции мы делаем там очень интересно сказать общение в чатах в телеграме и мы вместе создаем пассивный доход я еще раз повторяю моя цель 500 тысяч рублей в месяц пассивного дохода если вы хотите присоединиться к этой благородной цели а я вам уже сказал что своих целей я добивался всегда и у меня нет сомнений что я добьюсь и этой поэтому нажмите на кнопочку и давайте вместе создавать вот такую благородную цель ну кто-то может скажет что там 100 тысяч достаточно 100 тысяч у меня уже есть почему я говорю про 500 потому что 100 тысяч у меня уже получается вот нажмите на кнопочку перейдите выберите тот вариант который подходит именно вам и до встречи на курсе биржа для чайников спасибо за внимание с вами был демитков юрий